Да, я каждый день выхожу по Леваке. И сколько раз видишь, на земле лежит мертвый человек. Ну, вы понимаете, это неприятно. Я не для этого покупала. Понимаете? И облагораживала 15 лет, складывала здоровье, средства в это. А потом, извините меня, сколько? Два раза я была свидетелем. Если раньше, когда открылся этот дом, здесь было как? Если плохо человека позовет. Приезжала скорая. Если он умирал, приезжала полиция. Потом приезжала труповозка. Это все неприятно смотреть. Вы понимаете? Сейчас же делается очень просто, оказывается. Я два раза сама увидела, что в обычную скорую, 112, два человека бегом в черных мешках, засунули и уехали. Куда они уехали? Вы мне скажите. Засунули что в черных мешках? Засунули в черном мешке, но я предполагаю, что это труп. В обычную скорую, 112, и скоро уехала. Куда она уехала? Хочется задать вопрос. Вы понимаете? Если человек считает, что у него... Подождите. Да, да. Ну, черный мешок, естественно. Я хочу что сказать. Если человек считает, что у него все легально, вот приехало телевидение, покажи, открой. Вы понимаете? А вас выталкивают. Это значит, о чем говорит? Это говорит о том, что здесь не все чисто. Правильно? Вот Елена Михайловна обманным путем. Вам же как сказали, Елена Михайловна? Открылся новый пансионат. Да, оздоровитель на диагностическом. С бассейном, да. Вам капельницы поставят. А человек бежал, бежал. Она подбежала ко мне. У нас тогда был прозрачный забор. Она была испугана. У нее первый вопрос был. Девушка, а как называется эта улица? Ей даже в голову не пришло, что она попала в СНТ. Вы понимаете? Ей чудом удалось бежать. Откройте, выйдите, кто там есть. А кто здесь находится? Вы кто? Кто вы? Вот приехали мы со съемочной группы. Узнать, что здесь находится у вас. Тут находится реабилитационный центр. Господина Иманбаева, Иркена Вадимаровича. Это так? Нет. Нет. Что дом кому принадлежит? Ему, правильно? Это его садовый участок, так? Это в плену вас не касается. Как это не касается? А вот так не касается. Я здесь находилась в плену на этой территории. Извините. Меня здесь держали в плену. А вы кто? Я не обязательно перед вами отчетуюсь. Всего доброго. А вы кто? В дверь не стучите. А вы? То есть здесь нет никакого центра, да? Нет никакого центра. Здесь частный садовый участок. Иркена Вадимаровича Иманбаева. Так? А ну то ну. Принимаем. Значит мы все услышали, что здесь нет никакого реабилитационного центра. Хотя он есть в интернете. Услуги указаны. Называется это реабилитационный центр в Солнечногорске. Это написано, что он является санаторным объектом. С великолепными условиями проживания. Вот здесь. Понимаете? То есть объясняю. Я лично правозащитник, комиссар общественного комитета по защите от квартирного рейдерства. Первая подняла вопрос в отношении вот этих незаконных, нелегальных объектов круглосуточного пребывания. По той причине, что я лично была вот здесь в 12-м году. Вот лично в мае 12-го года. Вот с тех пор моя тяжба длится. Отписки просто системные. Всего ведомства, МВД, прокуратуры, которые демонстрируют коррупционное поведение системное и ведомственное. Значит, я попала сюда в плен. И в каких условиях? Начну с преампу. Сейчас, Еленочка Михайловна, сейчас секундочку. Давайте отойдем. Давайте. Спасибо.